Субтитры создавал DimaTorzok Привет! С вами Корней. Сегодня я сижу с другом на кухне. Мы рассуждаем о физике и о теории относительности. Мы рассматриваем одну любопытную задачу. Которая кажется абсурдной. Допустим, у нас есть две планеты. Планета Курасао и планета Сантори. Между ними расстояние ровно в один световой год. То есть это расстояние, двигаясь со скоростью света, можно преодолеть ровно за год. У нас есть космические корабли, которые двигаются со скоростью света. Если с планеты Сантори стартуют космические корабли на планету Курасао. То он преодолеет это расстояние ровно за один год. И наоборот, с планеты Курасао на Сантори, корабль тоже на преодоление этого расстояния затратит один год. Здесь всё понятно. Но что будет, если два корабля стартуют одновременно? Естественно, они должны достичь пунктов назначения через год. А в середине пути они должны встретиться. И вот вопрос. Через какое время они встретятся? Очевидным кажется, что они встретятся через полгода. Однако, это не так. Дело в том, что эти два корабля не могут сближаться с двумя скоростями света. Потому что скорость света является максимальной в теории относительно Эйнштейна. И поэтому корабли в середине пути встретятся через год. И в то же время в пунктах назначения они тоже окажутся через год. Абсурдно? Да. Это кажется абсурдным. Если бы мы рассматривали автомобили. У нас один автомобиль движется со скоростью 100 км в час. И другой движется со скоростью 100 км в час. Если они будут двигаться друг на встречу другу. То они будут сближаться со скоростью 200 км в час. Скорости просто сложатся. А вот если они будут двигаться со скоростями света. То скорости не сложатся. Они не могут сближаться со скоростью в две скорости света. Всё равно будет скорость света и всё. Она конечна. Выше не бывает. В итоге, мы приходим к некоему абсурду. Корабли должны встретиться в середине пути через год. И в то же время, на планетах они тоже должны оказаться через год. Как это может быть? На самом деле, этого никак не может быть. Здесь есть какая-то ошибка в теории относительности. С этим вопросом, я обратился к преподавательнице физики. Это преподавательница в ВУЗе. Она заинтересовалась этой задачей. Она давала и одни ответы, и другие ответы. Но каждый раз ответы были неправильные. Она как будто бы уходила от того, чтобы корректно ответить. Она могла дать такой ответ. Она говорила, что космические корабли преодолевают это расстояние за год. А они встретятся в середине пути. Она как будто специально избегала. В самой сути вопроса. А через сколько встретиться? Когда я ей задавал этот уточняющий вопрос. Она начала злиться. Потому что она понимала, что они тоже должны встретиться через год. Что невозможно. Она лавировала и так, и так. В конце концов, она перестала со мной общаться. Из-за подобных парадоксов в современной физике, я её недолюбливаю. Современная физика способна довести человека до состояния, которое близко к шизофрении. Когда человек может сидеть на кухне и разговаривать сам с собой. Ему может казаться, что он говорит с кем-то. Я надеюсь, что уже родился тот человек, который совершит в физике подлинную революцию. Тот человек, который выведет окончательные формулы. Теории всего на свете. То, на чем сейчас физики работают. И всё встанет на свои места. И мир станет ясным и понятным. Ну что ж. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. С вами был Корней. Пока.